Так, ну что, друзья, возвращаемся к матчу. Тут небольшие технические неполадки по звуку. Все, в принципе, с ними справились, разобрались. Коллектив Цедек уже забрал себе Undyne, забрал себе Спирит Брейкера и Queen of Pain. С стороны коллектива Vega Squadron у нас Shadow Fiend, у нас Dazzle, Ember Spirit и Skyros Mag отлетают тоже в пик для команды Vega Squadron. Удивительно, Skyros Magа не видели уже, ну, тысячу лет просто. Не было этого героя. Тут на тебе, Skyros Mag появляется в пике. Кстати, герой, который командой Vega Squadron брался, брался неоднократно. И там винрейт за 50 у Vega Squadron. Так что, так что очень даже неплохо, в общем-то, должно все получиться у данного коллектива. В баню отправляется Bloodseeker, туда же Viber, Tusk и Гирокоптер от команды Vega Squadron. И UCD Gaming Shaker четвертым баном отлетел. Также Phantom Lancer, Bounty Hunter и Лишрак тоже отлетает в бане. Ну и Vega Squadron последнего героя должна себе забрать. Тут осталось добрать себе, в принципе, кого. Два саппорта я вижу, керри я вижу, Shadow Fiend у нас, скорее всего, Midlane и, я думаю, Флейнера. Осталось забрать коллективу Vega Squadron. Но Флейнер для данного пика я даже не очень представляю, кто мог бы быть. Во-первых, нет керри у команды CDK. Еще непонятно, кто будет стоять на легкой линии. Undying, скорее всего, будет саппортить. Spirit Breaker, of course, отправляется у нас на сложную. Вот, Аквапа на Midlane отправляется. По керри надо разобраться. Я думаю, после четвертого пика станет понятно, кого вообще брать по данной комбинации на сложную. Еще раз, кстати, напомню. Это матч Wildcard. Здесь проигрывать можно, но нежелательно. Если проиграешь, надо выиграть еще две игры. Если выиграешь, то надо выиграть еще один матч. У тебя есть шанс на поражение. Поэтому коллективу Vegas Squadron тут надо когти рвать и, начиная с первой игры, наказывать CDGaming. Я думал, Сайленс разоберется. Дагейминг нифига. Дезраптора взяли, будет локальная Сала. Сала тоже, в принципе, неприятная. Еще и который дамажит. Ну, короче говоря, тут немножечко переиграли какие-то массовые файты команды Vegas Squadron. Хотя, в принципе, Дезраптора загнобить-то тоже можно. И не такая уж серьезная проблема. Дезраптором можно справиться. Последний пик от... Последний бан, точнее, от команды Vegas Squadron. Одна минута еще на все про все есть. Vegas, take my energy. Разор отлетает в бан. Четыре бана есть уже у команды CDG. Осталось последнего героя отправить в баню. Но это оффлейнер должен быть. Посмотрим, кого CDG боятся. Коллектив Vegas Squadron отправили Разора в бан. Ну, по данному пику, да в принципе, ну, массуха плотненькая. Массуха действительно плотненькая. Здесь Undyne с этой тамбой невывозимый. Дезраптор, который, если закрыл вас, а вы все под тамбой, да это просто жесть какая-то. Да я уже молчу про Квапу, который такие малюсенькие. КД, конечно же, на скиллах. Ничего другого. Все остальное у нее явно не малюсенькое. Ну и Бестмастер. Бестмастер последним баном от коллектива CDG. Вот, видите, Дезраптор 18 матчей, 61% побед. Ну, нормально. Музычку обновили в доде, я смотрю. А на официальном стриме 30 минут не могут звук починить. Ха-ха-ха-ха. А-ха-ха. Очень смешно. Клокверк. Залетает для команды Вега Складрон. Я попрошу нашего статсмана в стату по клокверку дать в чат. Там винрейт крутой. По-моему, винрейт топовый. 71% на клокверке у команды Вега Складрон. Ну, а почему бы и нет? Ну, герои для мага пикнут. Тут, в принципе, для всех уже все разобрано. Как я понимаю, Паша заберет себе Эмбер Спирита. На легкую линию Шадоу Финд у нас для мидлейнера. Ноуан будет на нем отыгрывать. Маг будет играть на клокверке. А дальше Соло и Сема Зе Слеер разберут у нас уже саппортов. Ну, все. Добрали последнего героя. Драгон Найт в пике. Квин оф Пейнт, куда ты денешься? Или ДК, куда ты денешься? Ух, там ЦД к намутили, конечно. Такого напикали. Хитрый. Собирается что-то выдумывать. И таки выдумает. Минимум 50 тысяч долларов. Это минимум. За 16-е и за 15-е место. Компания Valve в этом году дает 50 кусков. Можно было бы, конечно, и побороться на данном этапе. Как минимум проезд себе оплатить. А еще и паре своих друзей оплатить проезд. Команда ЦД Гейминг забрала себе Андайинга. Гартер будет играть на нем. XZ будет играть на Спирит Брейкере. Агрессив будет играть на Квин оф Пейнт. Дизраптор для Акью. И Шики забирает себе Драгон Найта. Со стороны команды Вега Складрон. Ноуан играет на Шадоу Финди. Соло забирает себе в Скай Расс Мага. Сема Зе Слеер будет на Дазли. Паша играет на Эмбер Спирите. И Маг будет играть на Клокверке. Ну, как бы все. Других вариантов бороться за огромнейшие деньги уже не будет. Не будет в принципе. Поэтому, что делать? Гоу-гоу, Вега. Рвите. И надо действительно поднапрячься здесь по полной. Ну, по той форме, в которой команда Вега Складрон подошла у нас к данному матчу. Я думаю, что проблемы, конечно, у коллектива ЦДЕК есть. И проблемы достаточно серьезные. Коллектив ЦДЕК встречается с СНГ командой хорошего уровня. Которая дошла уже практически до того уровня, на котором стоят там те же Na'Vi, те же Virtus.pro, те же Empire. Вот. Как бы Вега очень неприятный оппонент. Должен быть как минимум для команды ЦДЕК. В любом случае топим за исключительно. За Вегу тут. Факт уже. Все, началась игра. На топ-лине у нас разместилась команда Вега. Руну забрал Ноуан. Ну и нижний лайм для коллектива ЦДЕК. За Руну даже и ссориться не стали. В любом случае, встречи не оказалось. Ну и давайте разбираться, где кто у нас будет стоять от одной и от другой команды. Команда Вега Складрон отправляет на сложную линию Эмбер Спирита. Паша будет играть на этом герое. Скаросмак у нас от Соло будет саппортить Пашу. Ну и здесь на подсейф еще и Сема Зеслея. Трипла будет стоять против Квапы. В легкой линии стоит у нас Агрессив от команды ЦДЕК. И Квинов Пейн будет в Соло рубиться против Триплы. Ну, для нее, в общем-то, не проблема. Своё выформить тоже, в общем-то, Квапа должна. Хотя есть вот такая вот неприятность. Скаросмак со своим спамом на легкой линии. Это, конечно, вообще неприятности полнейшие. Такой парень на мидлейне чудеса творит. А стоять где-то с Триплой, так это вообще отдых для него. Ну, на мид отправили в итоге Шики на Драгон Найте. Ну и на сложной линии остался у нас со стороны команды ЦДЕК и Кзетнос перед Брейкери. Стоит он в Соло против Мага. По фарму смотрю тут мидлейн у команды ЦДЕК. В топе пока что Шики 6 на 0 имеет. И Маг 5 на 2. Кстати, Маг тут должен, думаю, тащить. Это как минимум. Тащить, а может ещё и что-нибудь поплотнее делать, чем просто тащить свою команду. Ну, размен минимальный. Тут, в общем-то, Шадо Финду наплевал на Шики. Ну, Драгон Найт должен это делать. У него уже есть батла. У него, в принципе, по фарму всё хорошо. 7 на 0. Только 3 на 1 у Ноуана. Это уже проблема для коллектива Вега. По голде. Вега вроде как в топе. Ну, копейки здесь по экспириенсу пока что тоже. Вега впереди. А кого где выжили? Выжили, я так понимаю, из топ-лейна. Коллектив ЦДЕК. Вега Сквадрон поуверенней здесь стоит. У Эмбер Спирита как там дела? 5 на 0. У Квапы в это время 2 на 0. Паша здесь фармит. Паша и должен это делать. Тут вообще других вариантов и быть не может. Икзет отправляется у нас на нижнюю руну. Клок в это время фармит. 11 на 6. Первое место у мага. У мага всё хорошо по фарму. И куш так и остаётся. Андайн через Дикей. И вот появляется Томпстон. Это уже неприятность для Вега Сквадрон. В принципе, это старт траблов команды Вега в любых масс-файтах. Посмотрите, как Соло озлоблен здесь на коллектив ЦДЕК. Просто свирепый. Он просто нон-стоп. Аркан-болты, аркан-болты, аркан-болты. Больше делать нечего. В принципе, увидел дал. Ну, и не увидел тоже давай. Тут без вариантов. Тут надо гнобить их и больше делать нечего. Других вариантов каких-то на Интернешнале зажечь. Кроме как в первом матче Вайлдкарда. У команды Вега Сквадрон может и не оказаться. Поэтому лучше бы здесь максимально продемонстрировать всё, что они умеют. Ну что, пока без файтов массовых, я смотрю. Ну, наполучал немножко по голове ноу-1 на ранних этапах. Ну, на этом всё и закончилось. Ноу-1 по фарму 14 на 2. Хоть как-то стал выравниваться. У Шики 18 на 0. Вот, в принципе, Шики как шёл ровненько, так и идёт. Ноу-1 хотя бы чуть-чуть подтянулся. До этого у Уана вообще была печальная ситуация. Ну и в топе по-прежнему находится маг, который играет на Клокверке. У мага уже практически готов в ПТ. Здесь есть Стаут Шилд, есть Херинг Селф, есть Деревья. Ну и что, Экзет? Решил побить немножко мага. Батри Ассалт 2-го левела. Коги тоже здесь есть. Так закрыл бы и бил бы ему череп. 4-го левела Спирит Брейкер, почти 5-го левела Клок. В принципе, у мага уже есть 5-ый, уже Батри Ассалт 3-й. Можно и попробовать самому напасть. Если ворвётся в ХЗ, например, у нас в Клокверка, то, по сути, маг соло должен разбирать ХЗ. Но это так, это тоже вопрос относительный. В зависимости от того, будет ли Charger Darkness у ХЗ или не будет. Пока что есть. Ну, Клоку настреляли по голове, тут маг отхилится имея чем, но видно, что неприятно стоять против Спирит Брейкера. Ну и ЦДК тоже заряжен. Ну и пошёл у нас файт на топ-лейне. Ну и первый фраг забирает команда Vega Squadron, Сема Зе Слеер. Под тамбой, не под тамбой, плевать вообще. Тамбу расковыряли, так можно и дальше идти. Квапа с блинком, блин 2-го левела. Эмбер Спирит привязать не может. Чайны только-только откатились. Квапу отпустили. Ну а первый фраг команда Vega Squadron забирает. И это по голде уже отличный буст. Уже 1-0 становится счёт. До пятой минуты случился фраг. И немного, конечно, по голде заработала Vega. Но это по сути, ребята, это первый фраг. Вот один из первых, скорее всего, фрагов вообще на Интернешнале. Vega Squadron первым убили. Они умерли. В принципе, ну, в Сиэтле-то, значит, на основной стадии. Значит, на основной. Золотый Интернешнл. Виверны у нас у всех. Как иначе вообще? У Мага. Появляется Боттл. Клокверк забивает у нас пока что на Пауэр Трэдс. Боттла появилась. Так, поймали у нас Ноуана на Мидлейне. Шики начинает наплёвать. Лоу ХП-шный здесь Кью. Подойди ещё. Давай ещё поговорим. Ноуана в итоге не забирают. Сюда сразу прилетает Даззл. Через Шадоу Вейв выкилили Ноуана. Даже не пришлось Шаллоу Грейв юзать. На спакухе Vega Squadron относительно здесь. Всё, в принципе, нормально обошлось. Кью лоу ХП-шный отсюда отваливает. Да и пусть отваливает, и Мага поймали на лёгкой линии. Маг уже с хукшотом, уже в крипов. Но он здесь, в принципе, не уйти. Шики хитрожопый. Да жути просто. Брисфайр всего лишь в два. Но этого второго левела прокачки хватило, чтобы сравнять счёт. В итоге 508 голды подняли. 460 экспириенс. А цедек здесь, в принципе, должны подогнать веку. Так и есть. Даже, причём и обогнать по экспириенсу. На 400, по голде на 500. Ну, Эмбер Спирит уже практически с фазами. Паши с копейки остаются. То 30 копеек до появления фейсбутцов. У Соло ничего, но он саппорт так и должно быть. Ну, и Мидлейн меня интересует. Ноуан с ПТшкой. У Ноуана есть Мэджик Вонт. И у Свиток Портала всё пока ничего для Ноуана не имеется. В Курьере у нас что? В Курьере у нас Батла тоже для Ноуана. Батл для Ноуана, ну и Варды. В принципе, всё достаточно неплохо. По голде команда Вега Сквадрон на 1000 опережает своих оппонентов. По экспириенсу на 150 тоже в пользу коллектива Вега Сквадрон. Пока что российский коллектив получше смотрится, чем китайцы. Ну и каких-то масс-файтов мы не наблюдали с вами. Один масс-файт вот этот стамбой был. И всё, на этом всё закончилось. Пока ещё коллектив Цедеки, так понимаю, ждёт ближайшего хорошего будущего. Чтобы как-то вменяемо подраться всей толпой. А у них опять же очень хороший рассказ для масс-файтов. Через ту же ульту Дизраптора это всё-таки выгоднее, чем для коллектива Вега Сквадрон. То есть Дазла можно выключить, Скайрос Мага можно выключить, с руки бить они 100% не будут. Да и Эмбр Спирита можно выключить. То есть и не уйти, и не продамажить всех, да и не заивейдить что-нибудь. Ульта Дизраптора просто очень печально может лечь под ноги команды Вега Сквадрон. Ну, посмотрим, посмотрим. 8 минут 30 секунд. По мелочи, конечно, но команда Вега Сквадрон всё-таки впереди. Пока что всё достаточно неплохо идёт. Ну и давайте понаблюдаем, что там Цедеки у нас. Насобирали Квин оф Пейн, которая оформила на лёгкой, агрессив которой. Отыгрывает на ней, уже имеет. Нул Талисман, есть у него ПТ-шка, ну и Мэджик Стик, не Грейженый. Мидлейнер, Драгон Найт, он же Шики. ПТ-шка есть, Боттл есть, в Курьере для него ничего, 850 голды. По Нетворсу на втором месте, 3500 у него и 4200, кстати, для Ноуана. Сэп, вот это я понимаю, пацан приехал заниматься делами. Ой, сразу три героя команды ЦД. Здесь никуда, что-то Финда не отпустит. Дотянется ли Сёма Зе Слеер, выкиливает его и старается ещё и раскастоваться. Здесь Ноуан. Ноуан, давай. Ай, ТП-аут, нет, не получается сделать ТП-аут, Сёма Зе Слеер тоже, скорее всего, здесь приехал. Я думаю, что минус 2, 100% делает команда ЦД, так и получилось. Тамбу не пожалели, двух героев коллектива Вегас Квадрон забрали очень быстро. И ТП-шку Шадоу Финд не смог сделать. Я только похвалил Ноуана, только сказал, что он в таком порядке, и всё хорошо, и по фарму, и вообще тут просто красавчик. И на тебе, пошёл в лес фармить, фармить спот возле мидлейна, и на этом споте тут 5 агрессивных ребят ожидали его. Весьма агрессивных, которые просто так уйти не дадут. Тут Стан есть от Драгон Найт, а здесь есть Тамба, которая не отпускает тебя. Ну, конечно, Ноуану делать здесь нечего было. SF всё-таки у нас такой вот медсестринский получился. SF у нас будет в первую очередь с Меккой, дальше, я думаю, увидим Еул. Ну, классическая схема, поднял на даггере, подпрыгнул, ультанул под ноги, добил одним кайлом. В принципе, это раньше я, это я почему такой злой был раньше, потому что у меня Интернешнл не было. Это раньше я флеймил по этому поводу, а здесь, если Вега выиграет таким SF, да пускай выигрывает, да пожалуйста. Скучный, зато убийственный, пусть будет, пусть будет. По фарму Вега всё равно впереди. 600 голды в их пользу, и по экспириенсу тоже 600 для коллектива Вега Сквадрон. С Маке Skyros Max ждут, когда кто-либо выйдет. Агрессив может подойти, кстати, можно и застопить его. Опять же, есть Сайленс, если что, у Соло попасть надо просто. Да и Клок, Квапу не отпустит. Клока, кстати, уже у Мага 1100 хп. Тут уже жирный-прижирный Маг, с ним просто так и не повоюешь. То есть, Спирит Брейкер, например, я думаю, просто разобьётся об Клокверка. Роупо в Зе Мэджик, кстати, у Клока есть. Осталось 1200 накопить ещё до появления Блэйд Мэйла, если Маг в этот артефакт у нас пойдёт. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, я, конечно, на СФ осмотрю и вспоминаю, как неудачно он здесь под горой постоял. Но не ходи сюда, не ходи сюда, ну, Ван, да ни к чему это. Но здесь уже с Сёмой Зе Слэером как будто не вдвоём они в прошлый раз умирали. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, конечно, очень неудачные два фрага. Просто подарили на ровном месте игроки Камады Вега. Могли бы быть в топе, я думаю, уже 1000 на 2. Там штукарик точно они подарили своим оппонентам и мидлейнера. Причём главного по фарму. Вообще на всей карте топ-1 ещё и саппорта, которому ну вообще не кстати было там умирать. Ну и под смоком команда Цедек. Ну-ка, хитрозады и китайцы. Всё на Эмбер Спирита. Пашу здесь ожидают проблемы. Чарджер в Даркнис уже на Пашу и побежал Экзет. Вообще без страха, что ли. Экзета должны ловить здесь. Ай, под ноги. Старик Шторм у нас от Кью. Очень быстро справились с Сёмой Зе Слэером. Лоу ХП, что здесь Экзет. Будет ли ответка от команды Вега Сквадрон? Пока что напинывают мага. Мага развалили 5-1. Становится счёт. Ну и Китай здесь наказывает команду Вега Сквадрон. ТП аут 1. И Соло никуда отсюда уже не денется. Соло, по идее, должны забрать. СФ разультился. На Экзета. Ещё один Койл. Экзет. Лоу ХПшный. 20 ХП. Ну куда ты? Как же ты так быстро бегаешь? Паша возвращается на асфальт. Чёт 3-5. Минус 2 делает команда Вега Сквадрон. Ещё одного забирают. Сёма Зе Слэер отвалился. Шики. Никуда ты не пойдёшь. Оставайся с нами. Минус 4 от команды Вега Сквадрон. Трипл килл от Паши. Эмбер Спирит начинает жечь. И я думаю, что китайцы здесь должны задуматься. Стоит ли лазить под Т1 на 13-й минуте, если вы не так жирны, как вам хотелось бы. Маленькие бедные китайцы. Как же вам напинали, а? Ну и что, по итогу этого файта 1300 зарабатывает команда Вега Сквадрон. 2400 по экспириенсу. Ну счёт сравнивается. 5-5. Давить можно, играть можно. Ничего так печально, не так печально, как казалось. Ещё минуту назад. 5-1 был счёт. И команда Цедек просто делает 4 килла на ровном месте. И Паша выходит у нас в топ уже по фарму. Паша проигрывает всего 300 голды. Но проигрывает своему тиммейту. Что, в общем-то, очень-таки приятно. Но Ван по голде 5600. У него общий нетворс. И Паша 5450. Короче говоря, Вега Сквадрон должны потащить. Ну должны. Ну пожалуйста. Эмбер Спирит за гардером. Тамбу поставил у нас гардер. Ну посмотрим, будет ли Паша вообще с ним соревноваться. Ну, передумал вообще нападать на гардера. И опять же, бежал Икзет здесь. Вдвоём могли им Эмбер Спирита и расковырять. Заметьте, ещё ни одного тавра не было снесено. Ни с одной линии, ни с другой. А здесь есть Undying. У него уже 7 левел. У него 4 тамба. И он не идёт на тавра. И это что-то странное. Совпадение? Не думаю. Странно, почему CD, кстати, не пушат. В общем-то, через Квапу. Крипы разлетаются моментально. Через Брисфайр от Драгон Найта разлетаются моментально. Тот же Undying. Идеально вообще. Делает ситуацию идеальной благодаря Томп Стоуну под Бражерским Тавером. Тем не менее, CD не атакуют. А чего они ждут? Когда у Эмбер Спирита появятся артефакты, пожалуйста. Хорошо. Почему бы и нет? Драма Фендюрэнс уже есть у Эмбер Спирита. Есть Фейсбутцы, Пурман Шилд, Мэджик Вон, Боттл. Ну, всего предостаточно у Паши. Всего, в принципе, в меру уже у Эмбер Спирита. Второй Нетворс на карте. Как там Эссет? Есть Мека у Ноуана, есть Огр Клаб. Есть ПТшка, Мэджик Вон. Ну, и, в общем-то, БКБ тут весьма кстати будет. Чарджер в Даркнесс, конечно, до одного. А нет. Нет, кстати. Нет. Нет. Вот эта вещь. Неприятная бьет, по-моему, сквозь ульту. А Чарджер в Даркнесс сквозь БКБшку не пробивает. Ну, и опять же, здесь много кто есть. Тот же Дизраптор, который тебя просто из файта может глимсануть. Ну, неприятность огромная. Дизраптор вообще у нас против БКБ ничего не имеет. Ну и пошла у нас погоня за Экзером. Экзера привязывают. Под ноги Мистик Флеер. Оставайся здесь, Экзер. Рано тебе уходить. 6-5. Команда Вега Сквадрон Павелана. 16-й минуте делает шестой флаг. Забирает его Скайрос Маг. Тоже неплохо. Соло на ворды себе нахабатил. У Паши уже счет 3-0-2. У Скайрос Мага счет 2-0-3. Круто вообще. И у СФа 0-1. Ну, нормально. Кто там умирал? Там Маг, я так понимаю, фидит, да? Ну да, Маг главный фидер 0-2 у него. И Сёма Заслэйр 1-2. Казалось бы, да? Маг больше всех пыхтел, фармил. А в итоге худший счет на карте. Ну, конечно, Маг тут по полезности топовый вообще. И никуда от этого не деться. Всё, у Мага уже есть Блэйд Мэйл. Уже тарабанит себе Блэйд Мэйл. А здесь Шики приобретает себе Шадоу Блэйд. Ну, какие-то базовые артефакты уже начинают появляться. Будем стараться не пропускать их в принципе. У квапы уже есть стафов визодренул талисман. После ПТ-шки куда у нас квапа собирается? Ну, возможно, это агоним будет первым артефактом для Квин оф Пейн. Не думаю, что это будут какие-то еулы. Это как-то немножко... Немножко по-дебильному написано. Наверное, квапа всё-таки в агоним у нас выберется. Скорее всего, мне кажется. Ну, агрессиву неплохо было бы и приобрести себе, ну, тот же Пойн Босс. Хотя и тоже непонятно, куда его класть. Мэджик Вонт нужен и Свитоквартала нужен квапа. Куда ж ты, роднулечка? Вернись назад, агрессив. Сразу же, моментально. Маг вообще перечеркивает все мои флеймы по этому поводу. Квапа у нас танковала по таворам. Танковала-танковала, да не вытанковала. В итоге у нас Клокверк отличным, точным хукшотом. Маг просто в темноту вылетает и отправляет агрессива отдыхать. 7-5. А вот теперь можно и тавор забрать, а можно и вторую ещё забрать. Тоже не проблема. По фарму коллектив Вегас Квадрон на 3,5 опережает своих соперников. По экспириенсу на пятёрку тоже команда Вегас Квадрон впереди. Как-то приуныли. Чё-то приуныли цедек. И не атакуют, и не нападают. И Томбстон не вырастает нигде у нас из земли. Да и Шики тоже приобрёл себе Шадоу Блейд, а команда в итоге вынуждена была бежать. Ну и надо Вегас Квадрон собраться и просто наращивать преимущество. Никуда отсюда уходить не стоит. 5 тысяч по голде они. Впереди 6 тысяч по экспириенсу. Есть Эмбер Спирит, есть Шадоу Финт, есть Мека для всех. Всего предостаточно. Пошёл врыв у нас от Экзеда. Назад разворачивается. Экзед у нас под Мистик Флеером. Половину хп потерял. Где маг? Не вижу мага. Эмбер Спирит лоу хпшный. Под шалу грейбом у нас Эмбер Спирит пытается заивейдить всё, что в него вливает. В итоге живёт у нас Паша. Спирит Брейкер отлетает у нас в таверну. Байбэк от Спирит Брейкера. Ноуан тоже в таверну. 9-6 становится счёт. Отправили у нас ещё и Дизрафтера отдыхать. И команда Вегас Квадрон отходит отсюда. 9-6 становится счёт. Плюс байбэк от Спирит Брейкера. В плюсе Вегас Квадрон. И это уже хорошо. Подрались в принципе неплохо. Правда потеряли Тауэр на Мидлейне. И потеряли СФа, что было вообще не обязательно. У СФа немножко совсем оставалось до появления Блэк Кинг Бара. Теперь Нуану ещё надо 350-370 голды фармить до появления Блэк Кинг Бара. А он здесь нужен. И вот этот файт, мне кажется, показал, насколько сильно он нужен. У Андаинга уже почти готовая Мека. Гардер приобретает себе Минказм. Всё. В принципе, ЦДек на том же уровне теперь, что и Вега. А Шики, кстати, не о лёток. Я смотрю по фарму. Четвёртое место всего лишь у Драгон Найта. Сразу два игрока команды Вега его обогнали. Ещё и обогнал агрессив на Квиннов Пейн. Баба приобретает себе поинт-бустер. Ставфа издали выкладывает у нас агрессив. Ну и до появления Аганима остаётся 40 голды. То есть это вопрос одной секунды, одного нажатия клавиши. В это время Андаинга забрали во вражеском лесу игроки команды Вега. Нет, они забрали его на Мидлейне. Ну и нормально. Туда ему и дорога этому Андаингу. Вега втроём на Мидлейне. Здесь у нас Маг. Здесь у нас Сёма Зе Слеер. И в кустах пока что тусит Паша Эмбер Спирит. Улетает на фарм. Правильно делает. Паша надо выфармливать. Тут без нормальных артефактов особенно и не подёргаешься. Спасибо за субтитры Алексею Дубли. Здесь у нас всякая агрcak önemха. Там основное было взять рез 거�ernо. Отжим bridge Руюты competив Эмбер кстати вы посмотрите какая хитрая засада команды вега сквадрон стали в собственном лесу единственный минус конечно этой засады в том что коллектив cdc даже близко сюда не собирался они провязали смог у себя в лесу очень аккуратно играют очень аккуратно ему же надавали по щам они уже не знаю хватит ли нервов вообще кстати у команды вега сквадрон дождаться здесь могли бы это было бы действительно круто но сейчас же должны увидеть крипы прошли ну под смоками игроки команды вега сквадрон маг увидел всех прывается у нас qq надо убить до появления статик шторм на статик шторм есть в принципе сф уплевать он под блэкин баром шики лохэпэшный пошел нас пошла ульта у нас от queen of pain все всех почти всех выкидли соло единственный кто здесь лохэпэшный дальше за гардером гардер таверну минус 2 уже от команды вега сквадрон dragon knight купил себе shadow blade чтобы убегать это прям таки хорошо для команды вега сквадрон ну давят давят и видно что свою игру поймали еще и т2 будет в плюсе для команды вега сквадрон совсем немножко остается в принципе уже до добивания т2 и можно перемещаться на мид лейн на любой т2 можно перемещаться можно и на топ сходить а можно сходить и на т3 на вражеский high ground cdc сейчас просто в печальной ситуации должны быть после обновления графиков не могу сказать что по этому поводу хоть немножечко расстроен тут конечно же топлю за вегу за снг коллектив пока что у команды вега сквадрон все великолепно акулы нормально со своими челюстями справляются команда cdc смотрится немножко не очень ну как бы тут не начервить очень и очень будем говорить уже в конце игры xz в рв врывается у нас на рошана сюда же у нас и агрессив у него есть агоним поэтому тут ультить может нон-стоп шики лох и пешный шики у нас просто развалился на куски сэп дальше за гардером гардера надо ловить если койлы да дальний койл дает у нас но ван не попадает плохо пешный сема зе слэйр паша ты вау куда ты вернись amber spirit у нас возвращается без маны правда его возвращают короче говоря паша скорее всего здесь и остань а умирает у нас amber spirit можно было бы ворваться сюда на толпу но в итоге команда вега квадрон теряет троих игроков и забирает только одного разгон пошел на за сэпом назад разворачивается xz и на нового на четвертым но он отправляется в таверну да что ты будешь делать а еще и рах роха здесь еле-еле стоит рошан у него 2000 хп всего лишь просто подарок для команды cdc свезло так свезло тысячу за одного из цифа получили я уже молчу бомбер спирити да и все здесь в принципе пострадали очень плотно жесть конечно же и дальше бежать корова постоянно мычит теперь у нас на ту плейн отправляется spirit breaker я боюсь как бы тут все не потеряли по графикам вега вега потеряли порядка четырех с половиной тысяч по голде и по экспириенсу тоже где-то тысячи две две с половиной ой даже больше и две две с половиной четыре четыре с половиной потеряла команды вега квадрона ситуация неприятная на рохе подрались просто из рук вон плохо даже стран почему так получилось ну получилось ничего с этим не поделаешь в итоге queen of pain у нас с аганимом есть пт-шка есть magic wand есть аэго боттл еще и 1600 на руках у агрессива он на четвертом месте эмбер спирит отправляется на 3 паша до сих пор без battle fury совсем чуть-чуть остается паша до этого артефакта но тем не менее его не 26 минута и паша без battle fury хотя если в файтах получше подрался бы и кого-нибудь наказал бы почаще то бф появилась минуты на четыре раньше уже бы был какой-нибудь ну например какой-нибудь кристаллис точно а в итоге у нас паша только-только приобретает возможность формить вот совершенно на новом уровне в новом темпе но он по-прежнему держится в топе никуда сюда не собирается у него уже есть бкб у него есть мека у него есть пт-шка и 200 на руках для нового на пока что на юмких артефактов он не собирал возможно это будет даггер для эсэфа тоже почему бы и нет эсэф плотный 15 левела хп предостаточно агрессивный можно врываться можно куда-то в центр нырять тем более есть бкб шка самый центр отправился и там разваливает это все в принципе все возможно теперь вегас квадрон присмирели 2 500 по голде впереди они по экспириенсу все потеряли скатились в ноль перестали быковать cd дали ответные удары и команда вегас квадрон пока что чуть-чуть поплыла надо немножко разобраться вообще с фармом разобраться с артефактами и пока что на рожон лезть смысла никакого квапа тут чуть ли не не знаю чуть ли не по два ульта за файт умудряется во всех влепить а это знаете ли это знаете ли многовато 450 450 все это по всем ну неприятность конечно 2 минуты до пропажи аэги у квапы файты цедеки не навязывают возможно будут как раз под пропадающую аэгу так улетает у нас по крайней мере пытался улететь ваша никуда пошли не отпустили разобрали очень быстро здесь еще и глимсу от того же дизраптора не дал просто напросто сделать тп ну не знаю как это назвать команда вегас квадрон здесь просто начинает видеть вроде такое жесткое вообще вклинивание в ряды команды цедек в средней игре было в мидгейме а теперь смотрите что происходит агрессива убивают он просто забирает аэгу сема за слоя отваливается плохо пешная сф тп 27 секунд кулдауне будет и взять никуда не отпускает у нас сф асф умирают минус 3 делает команда цедек двоих забирает в этом пойти гардер q глимер кей подправляется короче говоря цедек здесь получше теперь себя чувствую чем команда вегас квадрон я думаю это и по голде и по экспириенсу сейчас увидим жалко 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 до этого повеселее как-то было до этого злочастного файта на рошане все было в общем-то достаточно неплохо а теперь смотрите жду обновления графика в принципе китайский коллектив должен выйти в топ ну и на уан приобретает себе все-таки ultimate or уан у нас как я понимаю собирается а в скаде скорее всего так статы скорее всего пойдет шаду find есть в этом некий смысл номер спирита уже 1600 после появления battle fury правда умирает достаточно часто у нас паша действительно многовато вроде два раза всего в итоге эти два раза так дорого стоили команде вегас квадро шики на драгонайте уже 2000 насобирал себе после shadow blade есть бкб 10 секунд на ни разу не юзаная драгонайта у квапы 3 700 на руках офигеть как агрессив фармит он уже скоро окажется у нас я думаю в топ-1 топ-2 по нетворцу на карте и шики вышел в топ драгонайт вышел в топ хотя казалось бы откуда вообще откуда все это как так получилось то драгонайт у нас был в четверке и то с такой натяжечкой а теперь он обгоняет шаду фенда который вообще у нас не должен уступать по фарму никому до конца игры это ты прям золотое правило эсэфов да тут не очень все хорошо конечно 13 13 счет 31 минута сыграно напряженка конечно жесточайшая к ощущению что только начали а тут я смотрю уже 31 минут это при том что мы час эту игру ждали и ничего как-то свежо все смотрится опять же первый матч это почему бы почему бы и нет роха появится через полторы минуты об этом пока никто знать не знает из команд вега в атаку не идет седек тоже тупят тоже не идут в атаку тоже как-то не их это дело соло пробежал по варду и уже чарльв дакнерс икз это пошел у нас на соло соло отсюда не отпустят а папа просто даже в скайрес мага не жалей тут чего его жалеть 360 маны это все что ульт у тебя забирает кд у него вообще ничтожное 30 секунд 30 секунд для папы это это прилично я думаю что скоро еще какой-нибудь акторин кор как залезет здесь в квапу и мы просто паниковать будем откат будет ничтожным на всех скиллах орать будет постоянно заливать тут во всех и каждого ну жесть папа конечно очень жесткий персонаж сам по себе я думаю что я читал один из анализов от топовых наших дота аналитиков кто-то аналитиков вообще мирового уровня квапу никто никуда не собирается отправлять попу все в принципе понимают что на измены никуда не денется пашу поймали ваша по-тихому через ремнанты валить отсюда просто вообще первым темпом что даже близко к нему никто не подходил паша не должен умирать если мир спирит будет умирать шансов на лейту никаких не будет в принципе так у нова на уже 1600 на руках ждем 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 появления а я вскоре тогда хотя бы живучесть ушеду финда появится там гляди файтах поинтереснее будет смотреться сф просто дело в том что но он толком-то и не разультился круто ну был один ульт вот здесь когда минус 4 сделала команда вега сквадрон в остальных моментах с ультами травм гем появляется у всем а за слоера уже плюс безусловный тут есть что поддевардить здесь у нас здесь ну и здесь я так понимаю варды разбили игроки команды cd потому что поняли вега сквадрон что просто так спирит брейкер не бежал бы за соло через всю карту при том что соло на линии не выходил смог пошел от команды вега сквадрон могут выйти могут напасть клокверк в принципе то врываться может в любого здесь главное глиб сану тебя не дать успеть врыв пошел в крипов да как вы там отказались а крипы просто в рассыпную все гардер ставит тамбу и клока здесь скорее всего оставят врыв самый центр будет ли драться команды вега сквадрон да дерется хотя бы вроде и на отходе да за лоу хпшная ульта пошла от но вана ну и просто валить отсюда конечно не по шансам команде вега просто эти вонючие крипы стали на дороге у клокверка и таким вот образом разобрали трех саппортов точнее двух саппортов одного у флейнера игроки команды cdc вообще на халяву иначе не скажешь не ворвался у нас со станом клок ни в кого из героев команды cdc в итоге отрезал свою команду от себя же этими когами а весь коллектив cdc просто зашел у нас на хг из хг отстреливался все один поставил тамбу который бьет сблизи 2 который бьет сблизи превратился они там не было ульты драгонайт ну по возможности мог и ульту проиграть все квапа орет на всех спирит брейкер бегает как сумасшедший и в итоге команда вега вообще не удел оказалось на увеге траблы и траблы приличные 4000 по голде cdc и по экспириенсу 5 с копейками тоже в пользу китайского коллектива ну что в сторону рухи направилась команда cdc тут в принципе руха уже давно стоит минут пять как и по идее cdc должны в узком проходе драться поинтереснее них есть дизраптор так кстати прилетает бкбшка здесь перед брейкеру я вижу и покупает себе shadow find eye of scuddy но он теперь у нас просто там приличный такой 2400 все хорошо что тут у эмбер спирита криты есть нет будут не будут непонятно бкб появляется у паши 10 секунд и но можно теперь пофайтиться новые артефакты для команды вега squadron надо опробовать их в бою посмотрим как вега сейчас подерется за руху более цель есть есть зачем драться vision у команды cdc здесь по моему отсутствует тем более под смоками зашли игроки команды вега squadron вар здесь есть вар здесь есть кинетик филд ставит у нас кью хитрый какой еще и курьера здесь повесили cdc ну видят курьера или нет должны же видеть так ну что пошел у нас врыв от команды cdc самый центр врывается sf ульта пошла у нас от ноуана лоу хпшный мак на данный момент лоу хпшный сиома the slayer кого вообще здесь отправлять шалоу грей лоу хпшный паша ну потеряли кстати спирит брейкера игроки команды cdc шики тоже на лоу хп скорее с мага забирают а где паша куда ты улетел паша у нас улетел возвращается файт ваша отхиливается ваша должен файтиться шики лоу хп ну просто пили в него хоть что-нибудь папа стоит на соплях все на соплях и при этом паша не может ворваться если его задержат на 2 секунды его просто здесь расковыряют у него нет бкбшки пэмбер спирита 1400 хп его просто под изнасиловали бы игроки команды cdc паша поэтому я думаю что правильно поступил что не рискнул врываться дальше 15 19 счет в итоге неплохо отковырялись вега по голде остались в плюсе я думал тут разнос будет пожестче ну и время есть для эмбер спирита для фарма не хватает критов не хватает не понять не дополнительного дамага для на команды вега нован очень долго кастует свои ульты с руки тоже практически не бьет потому что пока он кастует ульты под бкбшка ему сливает всю хп ему не остается просто времени чтобы потом бить руками должен делать эмбер спирит как минимум но эмбер спирит тоже видим терпит очень плотно и теперь на роху cdc заходит и вега должны об этом знать ульт есть у клока есть ульту скарес мага есть ульту даст единственный у кого нет ульта 2 секунды еще это и все но ван тоже с ультом вся команда вега спадрон запакована бкбшки откатились я смотрю да у каждого артефактов меньше не стало поэтому можно идти и драться еще раз подраться может на этот раз полу по получится получше немножко 38 минут сыграно по голде cdк пятерка но вега вроде как ситуацию исправляет немножко и по экспириенсу с 7000 cdк скатились до 6 разгон пошел нас по сфу где ты увидел его вообще xz просто порвался дайр в курьер здесь и отвалился наконец-то справились с ним он так долго здесь висел полил тут всю контору но еще денежек подняли себе в эсквадрон тоже неплохо прям отлично тоже неплохо такая такой подарок на ровном месте локер у нас врывается в хукшоте на дизратора все драться придется без шторм без статик шторма это плюс хотя и сэм здесь ну как же тяжело и сэпом просто не выходит у нас из станов от xz где в это время паша паша на топе знает кого битвы это шики то ли это гардер гардер уже сильно жирный и просто надо паша отсюда уходить в принципе то надо но уйти наверное не получится клок отсюда должен валить минус 4 делает команда цедек троих забирает квапа и руха достается тоже команде цедек ну тут печальненько для вега сквадрон по голде они проиграли пару тысяч ну это не так важно как те деньги которые капнули квапе сейчас будет появляться актерин кори я так понимаю нет 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 скорее всего в хекс пойдет у нас папа дальше будет пожестче немножко ситуация для команды вега сквадрон хотя уже неприятности я думаю вы видите 7000 золота и по экспириенсу 8000 тоже для команды цедек вижу вопрос в чате за кого топишь конечно же за цедек с детства за цедек да нет конечно за вегу топим во всех матчах с нг коллективами я думаю нелепо было бы топить не за них за цедек ой за вегу сорок одна минута по золоту не так уж и много цедек выигрывает 750 по экспириенсу тоже немного много вижу графики обновились очень много 12000 здесь и здесь у нас 10000 для цедек по голде и по экспириенсу 12 с половиной тоже для цедек хотя опять же повторюсь 42 минута идет не критично здесь есть камбэковый герой здесь эмбер спирит который может критами развалить лица может но этих критов пока что нет эмбер у нас пытается подсейвиться немножко другие функции на себя возложил хотя бы не умирать а там гляди на фармиться что-то в жесточайший лейт команда вега сквадрон может заходить правда здесь есть неприятный драгон най уже бьет очень сильно пошел разгон у нас на sky 1 мага паша должен отсюда уходить гримсу это на sky 1 мага соло здесь разберут я даже ладно покажу как его убивают убивают его сто процентов ну и за пашей гнаться вариантов нет паша ушел просто так отдался соло 528 по голде подарил 1200 по экспириенсу до вега тут небольших траблах находится этот так еще мягко сказано на топ-лей не команда cd должно уже подходить и начинать пушить т2 в принципе перри фарменный драгон найт он первый по фарму ой-ой-ой у него 18000 нет ворсу этого драгон найта неприятность то какая у агрессива 17 700 и только потом идет нова на 2 15 600 ну меньше и прилично меньше чем у топовых героев команды cd core героя здесь сильнее причем намного сильнее барспирит только на четвертом месте у него 13 300 он не фармит он ну так где-то подъедает немножко но это даже как-то и несерьезно смотрится пытается поймать агрессив у него есть аэго у него еще и сайта fight маловато да была команде cd решили еще и снабдить хексом у нас win of pain есть также у квапы аэго но ее нет смысла сливать в принципе потому что сливать и пожалуй надо в последнюю очередь а с другой стороны не сольешь ты квапу первой ну нарет она на всех причем 3 ульт с аганимом юзнет хекс и все-все-все на свете я думаю про чекали уже что там у квапы находится уже под хай граундом команда cd не забрали т4 т3 точнее агрессив плохо пешный отсюда уходит агрессив даже не теряет в итоге аэго в данном файте 2000 на руках пин оф пейн крипов фармить через sonic wave ну офигеть просто просто офигеть а у шики 3 400 на руках у шики есть криты у эмбер спирита нет критов браганойта есть кираса у него есть бкб шка у него есть shadow blade в принципе принципе а а а и и а а и а и так ну что вернемся у шики я смотрю 4000 уже по голде есть есть у него криты есть также деньги на то чтобы приобрести в принципе дайдалу себе ну драгонайт прям прекрасно себя чувствует та же история с queen of pain 2 100 на руках у папы play it mail есть в пейн еще и шива будет появляться для агрессива ну чем пробивать вообще непонятно просто непонятно эмбер спирит без критов хотя 2 200 есть у нас у паши может прокнет хотя бы критуля какой-то паша будь добр сходи в магазин купим криты тут без критов реально хватится ну не алё совершенно форстав есть у мага есть блэйд мэй аганим есть маг в принципе ровненько идет у мага необходимые артефакты имеются врываться какой-то дисбаланс носить делить всех когами все это может маг нам бить с руки просто некому я смотрю сф не наваливает у сфа всего 200 с руки на 46 минуте маловато будет мега тут тоже всех особенно и не выхилит с учетом того сколько дэмэджа наносит папа сколько дэмэджа наносит драгонайт жесткач про полный так драгонайт у нас купил рецепт на тараску офигеть как его пробивать вообще непонятно его есть рецепт на тараску также у шики есть уже 3700 на руках ну жесть просто жесть у агрессива 2 805 на руках все это после плейдмейла ну по голде в общем-то дофига всего команда цедек я думаю выигрывает уже 15 тысяч по золоту цедек по экспириенсу 14 с половиной тоже для китайского коллектива вега где-то выигрывали на 22 минуте 26 тысяч где это все теперь вообще непонятно это классика классика снг коллектива подойти хорошему такому преимуществу а потом раз и подслится ну и через хекс просто забирают пашу я думаю что здесь надо следующему матчу готовится команде века squadron тут ситуация очень неприятная причем умирают core герои и умирают за просто так 830 голды 2 200 экспириенса цедек продолжает наращивать преимущества и вега не уверен что здесь выберутся сейчас без эмбер спирита скорее всего можно будет снести одну из линий но он соло вряд ли здесь затащит да и эмбер спирит если сейчас у нас байбэкнется то просто ничего уже не будет по артефактам нового до конца матча но ван лох и пешный шалу грейв на него и но ван стоит просто у нас в сайленсе неужели здесь агоним нет здесь нет агонимов дизраптора но ну ван в итоге у нас без бкб стоял байбэк пошел нас от эсэпа если чтобы кбшка разультились неплохо можно и попытаться навалять агрессив проезжал на сшиву все сваливают все в лох и пешной но все при этом живые в итоге команда вега squadron потеряла кучу денег но при этом отстояла хотя бы свою линию опять же опять же опять же вопрос абсолютно двояки тут потерянные деньги это отсутствующие артефакты в дальнейшем отсутствующие артефакты это скорее всего потерянные стороны поэтому как бы вега просто не отсрочили здесь неминуемо так врыв у нас опять от мага куда ты там летаешь маг у нас напал на агрессив агрессив лох и пешный неужели заберут забирает у нас агрессив а 90 90 секунд без агрессив а шики забирает 84 секунды ну и в итоге 49 минут сыграно здесь просто 3400 зарабатывает команда вега squadron 3400 по голде они зарабатывают 6 500 по экспириансу ну по файту в общем-то все очень даже неплохо побежал спирит брейкер просто на крипов тут под фармить немножко 50 минут 50 минут камбэком конечно еще не пахнет ну гляди вега squadron что-то здесь и оторвать или если року забрать то уже какие-то варианты для камбэков могут и появиться понятно что это не все еще что в общем-то и файты все не на эге строится он с другой стороны это дополнительный шанс для того же сэфа разуктиться нормально потом с руки развалять вот the ember spirit может у нас далека уже стоять танковать будет новом данном файте 2 200 на руках у эсэпа эсэпа есть криты есть криты у эмбер спирита наконец-то паша заработал себе на кристаллиц хоть чуть-чуть хоть как-то пора уже помогать команде всего лишь три килом от эмбер спирита 4 смерти при этом печальная история сэф тоже 7 раз умирал 6 убийств скарес маг 5 6 от соло сема за slayer 265 и clockwork у всех я смотрю отрицательная статистика у всех вообще на один но тем не менее тем не менее никто не убивал больше чем умирал это не есть хорошо совершенно причем а шики продолжает просто как шахтер спустился в шахту долбит этих эншент опорей эншент опорейшенов эншентов просто и все и у него куча хп у него огромное количество дефа 11 плюс 32 посчитайте сколько это то 43 дефа при этом у него 3 200 хп я не очень понимаю чем это все сносить возможно криты все-таки скорее всего криты под это у нас заточенные сэф вместе с эмбером попытаются хоть как-то у нас располовинить драгоднайт но пока возможности как таковой для команды вега я не вижу в каком-то равном файте ну глянем вот он шики вот он бей его просто врывается у нас на шики маг под ноги ему мистик флеер ну и все и в глимер кейп управляет драгонайта он готов развернуться но ван разултился в глимер кейпе останавливает у нас но ван но ван лох и пешный вот зачем нужна была эго но ван еще пошел и угрейвом ультить так и не дают но ван но ван пока что перед просто с руки потерял в итоге у нас а эгу но ван и половина хп против всей команды цдк бкбшки нету но ван его просто разбирают на куски шалу грейв еще раз на него разултись разултился у нас но ван минус эмбер спирит брейкер дальше погоня от мага маг промазывает у нас кукшот на по агрессиву минус 2 делать команды вега сквадрон потеряли только сф а можно драться шики лох и пешный его можно убивать маг у нас в итоге забирает шики минус 3 от команды вега сквадрон лох и пешный маг шалу грейв на ком как где что а что происходит три на три файт четвертого отправляют в таверну и пятого отправляют в таверну байбэк от квапы это тим вайп от коллектива века правда агрессив тут прилетел парад немножко ну должен улететь все улетает отсюда тазл улетает отсюда sky resmak хух вот это подрались 35 или 45 потерянным аегисом но я думаю вы понимаете что для команды вега сквадрон это безусловный плюс они тут должны выиграть по голде прилично так пабам 4 300 по голде и 12 900 по экспириенсу команда вега сквадрон заработала в этом файте 53 минута ну можно эту игру за камбэчить камбэк из риэл действительно переворачивая не хочу с 20000 до 14 по золоту и по экспириенсу с 17 до 10 но это офигеть как много можно с этим работать можно еще раз драться вот она эго эго зарешала сэф в итоге смог разультиться чего ему не давали ну тысячу лет до этого так что я думаю что вполне реально конечно ситуацию это все перевернуть 300 на руках удастла аганин вряд ли здесь на 7 будет появляться но что-то бы на подсейф конечно тима хотят что тут еще больше чем solar crest может быть на подсейф глимер кей было бы неплохо заиметь хотя тут вроде уже есть так и меркей письмо скайрос мага ну будет второй тоже не проблема лох и пешный соло соло пытается отсюда валить shallow grave удачный вот все мозе слейра и скайрос маг назад у нас перед смертью просто дает мистик флеер у нас соло бкб пошел от хвапы и разворачивается паша паша критуля прошла у нас по q паша уходит на хайграунд все уходят на хайграунд минус один уже команды cd к вега потеряли только скайрос мага но и без него хватится неприятно 5 4 в данный момент лучше не хватится лучше подсушить эту драку и немножечко подождать до появления своего саппорта тут каждый скилл каждая вонючая сала которая может в кого-нибудь залететь это безусловные плюсы это может сыграть ну роковую роль еще раз говорю на кону стоят громаднейшие деньги ошибаться тупить что-то там горячку воротик но это нелепо было бы просто команда вегас квадронные думаю это прекрасно понимает пошел врыв у нас шики шики опять где ж ты мистик флеер родник ну куда ты маг маг в итоге у нас ворвался попал под статик шторм кинобиле стоит у нас маг маг у нас умирает байбеку мага отсутствует а вот у эсэпа есть байбек почему не дождаться появления скайрос мага через мистик флеер через дополнительный сайл можно было бы работать как-то это жесть поймал у нас еще эмбер спирит стан эмбер спирита развалили байбека по-моему никакого у него нет да у эмбера нет байбека но он еще пыхтит и пытается бороться ну не выпускает здесь его икзет но ван поршалу грейвом уходит у нас хекс минус пять делает команда cdk это г г вп ну попробовали в серединке где-то что-то получилось целом команда вегас квадрон вторую половину игры ну провалила пытались еще закомбечить не удалось бывает и такое ничего страшного в любом случае у нас впереди еще один матч команды вегас квадрон минимум один максимум это будет два я надеюсь что это будет два и по сетке венуров посмотрим и как двигается у нас российской коллектив так статистику в принципе вы видите на свои экраны ну и давайте переключаться я вам лично расскажу что-нибудь что в принципе посмотрели первый матч вега против cdk вообще это первый матч интернешного который мы с вами посмотрели ситуация с командой вега достаточно интересная была мне кажется середину игры можно было додавить если бы не этот неприятный слив на рошане а потом понесли 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 в итоге команда вегас квадрон слила катку тупо сейчас покажу вам по статистике давайте сразу разберемся по статистике команда вегас квадрон в лучших своих проявлениях по гпм здесь нован 448 а здесь у нас сквинов пейнт 521 ну и здесь дальше 516 драгон найт и 427 от пашину в итоге конечно минусовая абсолютно ситуация ну и по артефактам всего видно побольше до коллектива cdk да дави они давили 40 минут это давило 10 минут понятное дело что не могло это привести к победе команды вегас квадрон что друзья у нас впереди второй матч матч ответный пока что команда вега проигрывает но тем не менее верим ждем надеемся и болеем за команду вегас квадрон матч этот будет через я думаю что минут 5-6 задерживаться в общем-то не должны тут уже как-то не серьезно задерживаться хватит того что задержался первый матч на миллион лет там архон уже вторую катку катают а вега только только закончились ну в принципе ждем ждем второй катки пока что не забывайте подписываться на наш канал наш канал на твиче наш группа вконтакте везде везде вас жду вот я пока пойду выпью чаю и увидимся через 45 минут снова в студии я друг студии игрокам тв при поддержке team empire далеко не расходите с ней переключайтесь у нас еще очень долгий вечер так что зовите друзей увидимся